Продолжение следует... Это получится и по-восточному, и особенно по-арабски. Пожалуйста. Значит, уважаемый доктор, пожалуйста, помните о нашем регламенте и желаем вам успеха. Мы внимательно слушаем вас. Добрый вечер всем. И, дорогие коллеги, у меня такая тема, надеюсь, что не будет нудная, так коротко я расскажу. Ну, как приняли ливанцы, или интеллигенция, переводы, которые были сделаны за последние 10 лет из русского языка, из украинского языка, в принципе, на пороге 20 века. До того, как я начну, очень хорошо напоминать, что последний был серьезный проект, перевести такие материалы на арабский язык, был в середине 80-х прошлого столетия. Этот проект в Советском Союзе возглавила Ирина Михайловна Семельянской. И работал над ним из Ливана доктор Масхуд Дагер, который был преподавателем истории в Ливанском университете. И переводчик был Юсиф Атала, который был тогда главным переводчиком в Советском посольстве в Ливане. В результате этого проекта они перевели очень, ну, 11 книг, в основном, так, работы Ирины Михайловны и ее преподавателем Луцкого. И появились какие-то важные документы, как этот документ Константина Петковича Ливан и Ливанцы, и отчеты, воспоминания и другие материалы востоковедов и путешественников в Ливане. Тоже из документов, которые были выбраны для перевода, одна книга, которая вышла в 70-х в памяти Агатангела Кримского. Книга называется, ну, когда вышла в Москву, назвалась тогда «Письма из Ливана» и «В Киеве листья за Сири Таливану». Эта книга появилась, но, к сожалению, она на самом деле не перевод той книги, которая вышла в Москву. Она, в принципе, перевод отрывков от тех песен, которые послал Агатангел Кримский из Ливана, ну, из Бейрута и Ливана тогда, его родителям в Украине. Дело в том, что я не смог выяснить, если на самом деле сначала было так, они были выбраны, те отрывки от писем Кримского и переведены на арабский язык. Или был полный перевод книги, и потом доктор Масуд Дагер, он выбрал какие-то отрывки из них. И надеюсь, ну, я считал, ну, я написал об этом несколько раз, но надеюсь, что исправим эту ошибку в следующем году, когда мы будем отмечать 15-е десятилетие от дня рождения Агатангела Кримского, особенно часто, которые писем, которые он написал из Шуэра летом 1897 года. Ну, потом, после распада Советского Союза в 90-х годах, и была очень, ну, конечно, остановилась та огромная и мощная машина перевода, советская машина. И так сделали несколько конференций в Ливане, чтобы показать другое лицо России, и особенно православное лицо. Из этих конференций были, ну, организованы Ливанским домом, или Ливанско-российским домом в Москве, и шли они в университетах тогда. Ну, я... Были такие конференции, как Россия на Ливанте, или Россия и Арабский Восток, так называется по-русски. И были другие конференции, которые были организованы с УНЕСКО. И, по-моему, самая важная конференция, которая так состоялась тогда, это Россия и православный Восток. Не знаю, если видна книга от университета Баламанд. Там появились, ну, значит, появились статьи доктора Суада Абрус, или Суада... Ну, Суада Абрус из православной династии в Амюне, на севере Ливана. И, как я понял от нее, как я слушал ее лекции, что она работала над проектом очень важным. Ну, на французском языке, но до сих пор, к сожалению, не увидели свет. Это связь между православными в Ливане и Россией. Сейчас мы говорим о работах, которые появились в эти последние 10 лет. Начинаю так с работы Аташе по культуре в Российской Федерации в Ливане, Воробьев Сергей Александрович, который был создавателем этой книги. Ну, это связано с нашей темой сейчас, потому что несколько статей. Это сборная статей «Русские в Ливане». Сергей Воробьев собирал эти материалы, и несколько статей были написаны именно для этого сборника. И они так... Ну, это до сих пор считается у нас источником для русских в Ливане. Ну, имеется в виду не только русские тут, а вообще все народы Российской империи, и потом Советского Союза. Эта книга была переведена на арабский под названием «Русия фи калб Лубнан». Переводчик, этот наш коллега Скандарик Фури, в 17-м году, то есть три года назад, и были добавлены материалы именно для этого издания. Ну, это первая ласточка была такая, и потом появилась очень важная книга у нас по... ну, работа Татьяны Владимировны Кувашовой, и у нее фамилия в Ливане Бахар, Татьяна Бахар. У нее очень много статей, и появилась эта книга, которая посвящена для московских школ в Ливане. Этот альбом, в принципе, ну, в нем не только об... не только о московских школах, то есть не только о школах ЭППО в Ливане, но там очень важные материалы, ну, путешественников, востоковедов, и отчеты инспекторов этих школ, и отчеты ЭППО. Эта книга до сих пор считается очень важным источником, и часто появляются эти фотографии в статьях коллег-журналистов. Ну, мы не закроем тему ЭППО, это очень важно для нас, конечно, в Ливане понять, что другие источники параллельно снабжают информацию, и местные источники, которые основаны на воспоминаниях, живых воспоминаниях, и о рукописах, как книга палестинцев исследователя Ханна Буханна. Ханна Буханна, именно он пишет тут не только о школах московских, и тоже пишет о выпускниках этих школ и семинарах. Ну, можно отметить, тоже очень интересно труд, что такие прошюрки, которые из городка Амюна, и тут пишет доктор Ильяс Халил Язен о воспоминаниях его матери, как они учились в школе, в московской школе, в этом городке, который считается у нас в Ливане столицей православии, по-нашескому это. А потом начала моя работа после этого. Ну, я знал от этой книги, так очень много тогда, от этой книги, в московской школе в Ливане. И думал, что тогда я работал в ежедневной газете Ас-Сафир, так начальникам отдела, и я понял, что есть возможность. Я поставил миссию перевести на арабский все, что написали, ну, как рассказы, и как стихотворение накануне 20 века те люди, которые приехали из Российской империи. И, как начало, я перевел 11 рассказов Кондорушкина, Степана Семеновича. Кондорушкина, этот человек не был известен совсем, и не только так. Он приехал, как учитель ЭППО в округе Южной Сирии. Южная Сирия тогда, понятие сейчас находится сейчас на востоке Ливанской Республики. Я тоже собирал, что я смог из его биографии и библиографии. И печатал эту книгу, сейчас она не в продаже, но к этим 11 рассказам я добавил все, что он написал у нас в наших краях в Сирии, Ливане и Палестине и вышла эта книга «Сирийские рассказы». В принципе, так называлась его книга, которая вышла в Петербурге в 1908 году от издательства знания тогда и «Сирийские рассказы». Этот Кондурушкин еще есть, я перевел для него статья «Дамаск» называется, которая увидит свет, дай Бог, скоро в Дамаске. после Кондурушкина было очень нетрудно работать над работами Агатангела Кримского, особенно так вирусские уповедания Агатангела Кримского, вирусские рассказы Кримского, которые он написал после четырех месяцев в Ливане и послал на печат в Киев тогда. Он написал на украинском языке, в этом была трудность моя, но я вышла в январе 17-го года и вирусские рассказы Агатангела Кримского. Это нити письма Кримского его родным и родителям из Дамаска или в Киеве. Но короче, я добавил туда о судьбе Кримского, которая так не была возможна, об этом писать в Советском Союзе и как он умер вообще. И сказать, что можно исправить ошибку, которая была сделана и показать этого великого писателя Востоковеда арабиста и никак был описан там в том проекте. К этому так появилось очень много исследований, которые связаны с этой книгой и с работами тоже Кондурушкина. И собирал я так немножко из них в других книгах. Доктор, простите, доктор, простите, вы уже 12 минут говорите, у вас еще 3 минуты. Давайте быстро, быстро, аккуратно. нет, очень-очень интересно, может быть, даже аудитория попросит вас продолжать, но тем не менее, я должен вас предупредить. Давайте, давайте. Извините. Появилась эта книга из Бейрута и о нем, евразийские страницы о культурном взаимодействии. Ну, дело в том, что все, что было написано о Бейруте, востоковедом и путешественником или из Бейрута. И среди них так можно отметить, что те информации, которые были написаны в рассказах Кримского и Кундурушкина, оказались, что очень-очень интересны для преподавателей истории и литературы в Ливанском университете, в Американском университете Бейруте. И они уже так как второстепенный источник, потому что в конце концов эти рассказы, но они так воспринимали это как очевидца. Я так дам пример, так быстрый, а потеря на пиастере в Бейруте. То есть были две денежные системы в Бейруте. Об этом рассказали Кримский и в его письмах и в его рассказах. И тоже о системе образования в Бейруте тогда. Единственный может быть документ, и считается исторический документ у Кримского, что он рассказывает об этой системе из дома, от ученика и его связь с учебником, и его связь, и родители, как они приняли эту систему, особенно миссионеров тогда было, и изюмите, в Бейруте. Об этом все рассказано в таких книгах, и эта книга, которая появилась в этом году, но, к сожалению, из-за поведения, сделали презентацию, это вдали от востока, вышла в Каире, и от российского, от возглавляет сейчас доктор Хусейн Шафаи. Я могу отметить еще, что скоро увидят свет в Катаре, работа очень интересная, который работал над ней доктор экономики, он в Ливанском университете, доктор Мохаммад Диаб, он хочет перевести или видеть эту книгу, эта книга Ирина Смолянская, огромная книга, которая Россия в Средоземном море, но это очень огромная работа, как я понял от него, так позвонили ему, что эта книга видит на арабском языке без приложения, только перевод текста, статьи, которые в ней, хоть это я знаю, что такая работа очень трудная. У меня еще две минуты, могу говорить или нет? У вас еще одна минута, но вы очень интересно говорите, поэтому я думаю все согласятся. Давайте быстро. В 2011 году параллельно с этими работами и с работой в газете и со всеми статьями, которые вышли в многих СМИ, именно о работах путешественников из России, в среде них жемчужников накануне нашей первой гражданской войны в 1860 году, он был до этого и описал его путешествия у нас. Хочу отметить, хочу обратить ваше внимание на очень важную работу, это радиопередача, которая была при соглашении между ассоциацией выпускников вуза в СССР в Ливане с одной стороны и радио «Саут-Шааб» «Голос народа». Я был директором этой радиопередачи, которая называлась «Хадиф Руссия» «Менажли с садакати вассалам», «Хадиф Руссия о дружбе и мире». И в 2015 году, ну, это так, мы работали 285 недель без отдыха, ну, так, это, это, так, 5,5 лет, и вышла такая книжка, которая, вообще, большинство материалов, о которых, о которых я говорил, можете найти на моем, на моей странице в академии, ну, радиопередача можете слушать тоже на канале выпускников, ну, ассоциации выпускников Ливана на YouTube. Что я хочу сказать? Ну, если увидите там, что почти 15% этих радиопередач, они были посвящены для работ арабистов и востоковедов, и институт востоковедения в Москве, и остальные так, работы, которые, ну, именно, ознакомили арабскому слушателю, радиостыше, слушателю, работами, свежими работами этих арабистов, и ознакомили ему тоже с востоковедами, и историей востоковедения. Ну, к сожалению, как все у нас, так, как сказать, что закончилось, длилось так пять с половиной года, и закончилась эта радиопередача, и как у нас, как говорит наш великий поэт, Махмуд Дарвиш, тонься, каэнна калам такон. Спасибо вам большое, надеюсь, что интересно было. Спасибо вам, доктор, действительно было очень интересно, и вот я не могу удержаться от того, чтобы не начать обсуждение или прокомментировать. Вот последнее время, я бы сказал, последние несколько лет в нашей прессе в различных направлениях появляются или прямым текстом, или намеками, мол, в связи с сирийскими событиями, с тем конфликтом страшным, который там не утихает, не угасает. Вот намеки на то, что потеряла Россия, что там ищет Россия в этом регионе. Вот как раз сейчас этот доклад лишний раз говорит о глубине исторических и культурных главным образом связи России с этим регионом. какой потрясающий факт, когда в нашей стране снизился темп или объем работ связанных с этим регионом, когда закрылись целые издательства, работавшие в этом направлении. В самом регионе, вот в Ливане, в частности, эта работа не прекратилась. Это лучшее свидетельство об органичности связи России с великим Шамом. Ну, Шам, вы понимаете, это весь этот регион Сиро-Ливанский. Поэтому большое вам спасибо, доктор, что вы так сказать, убедительно показали, что наши связи это действительно нерушимые связи. Спасибо вам. Так, кто хотел бы еще сейчас выступить или прокомментировать выступление? Значит, мы договорились в три минуты, да? Позвольте чуть-чуть прокомментировать. Да. Русская моя фамилия, Наталья Михайловна. Да, вообще называйте себя, потому что на экране очень много участвующих и очень трудно находить. А вот когда вы называете себя, то сразу видно, то есть видно, где искать. Спасибо. вот я и назвала, да. Вы знаете, большое спасибо за такой интересный рассказ и вот за тот комментарий, который ведущий сейчас добавил. Вы знаете, очень важны документы, вот лишний раз убеждаешься, очень важны документы. Безусловно, вот, так сказать, рассказы, билетристика и прочее, но вот документы очень важны именно об истории, потому что я вспоминаю, что в 15-м году, когда началась наша антитеррористическая операция в Сирии, в самом конце сентября, в начале октября 15-го года, то тогда же в газете «Аль-Хаят» знаменитый ливанский поэт, публицист Абду Уэзен разразился статьей, которую он назвал «Харб Бутин во Салям Толстой». У нас как раз был год Толстого и много печаталось и в арабской прессе тоже какие-то упоминания были о том, что вот какие переводы и как это в России, вот литературный марафон, как у нас читали «Войну и мир» и так далее. Вот, так вот, он, значит, написал. И он очень, знаете, сравнивал в таком очень негативном свете политику российского руководства в Сирии, что вот, дескать, у нас есть такое произведение великого гениального писателя, вот как изображена война и, так сказать, все проникнуто стремлением к миру, какой чудовищный характер имеет война, бесчеловечная и так далее. А вот, однако, значит, российское руководство, причем это, я говорю, российское руководство, он-то Бутин, Бутин, везде пишут, значит, вот Путин и сравнивают его с Наполеоном и цитаты приводят, что вот Наполеону там нравилось смотреть на вот эти жертвы, на поле боя и так далее, Путину, наверное, тоже это нравится, вот смотреть на экранах и так далее. Я к чему это говорю? К тому, что очень важны документы и вот эту историю показывать, как она на протяжении веков складывалась, чтобы у людей действительно появлялся ответ, и ответ аргументированный на вот этот вопрос, что ищет Россия там, потому что история многовековая уже, вот, и очень жаль, конечно, я поклонница Абдуазина, очень читаю его всегда, вот, но вот, когда он такую, я бы сказала, политически близорукую статью, такой вот памфлет, значит, написал, ну, что же делать? Вот, так что ваша работа, доктор, мне кажется, будет ответом на такого рода сомнения или такого рода предположения и вопросы. Спасибо. Я думаю, что доклад был настолько бесспорным, если можно так сказать, настолько убедительным и настолько интересным, что нам только остается еще раз его хорошо пережить, вот, переварить всю информацию, которую сообщил нам уважаемый доктор. Большое вам спасибо за ваш труд. Я думаю, можем теперь переходить к следующему выступающему, вот, тоже, я надеюсь, очень интересно нас ожидает выступление. Это Дмитрий Ульянович. Можно мне сказать одну ремарку? Можно мне сказать одну ремарку? Это Мишель Хадаж. Мишель Хадаж. Да. Мишель. Я, я вообще-то дилетант, поскольку я не арабист, я доктор химических наук, но я интересуюсь как русской литературой, как арабской, поэтому хотел бы делать одну ремарку насчет развития арабистики в царской России и в Советском Союзе, что она была продиктована глубоким интересом взаимоотношения и интереса России и Советского Союза в этом регионе. Вчера говорилось в докладе Кузнецова о кризисе арабистики, а мне кажется, один из этих предпосылок нынешнего кризиса или упада, так говорить, это концепция отношения России с арабским миром она не весна пока, и поэтому она не подталкивает на развитие арабийской деятельности, как это было раньше. Спасибо. Спасибо вам. Очень важное и очень глубокое замечание, с которым нельзя не согласиться, правда, с грустью, но что делать? Действительно, это факт, а мы должны все это принять в сведения и учесть. Спасибо большое. Кто еще хотел бы выступить? Нет, наверное, да? Нет, по-видимому, Белова, наверное, будем ждать публикации вот этого доклада и такого расширенного обзора вот этой большой работы, о которой нам рассказал доктор. Обязательно. Публикации будут. Я с большой надеждой жду такой публикации, тем более, что опыт показывает, что Василий Александрович, задумки, которые у него есть, они реализуются, и материалы нашей конференции, они, конечно, будут опубликованы, тем более, сегодня в нашем институте взят курс на интенсификацию цифровизации всех наших работ, по крайней мере, в виде электронных каких-то материалов, это наши работы, наши конференции, они будут отражены на сайте нашего института. Вот так. Можно мне так добавить что-нибудь, пожалуйста? Пожалуйста. Ну, дело в том, что у нас общество разделено перпендокулярно. Кто-то ну, все связано с войной в Сирии. Кто-то против России, это естественно, и кто-то за Россию, неважно. Ну, то есть за сирийского режима, сирийский режим или против него. И что написал Абдуазин или другие тоже наши коллеги, вообще понятно для нас. Дело в том, что я так, как я думаю, я работаю только в сфере культуры. И я понял, ну, и понимаю, потому что я работал очень долго в ежедневной политической газете. И работа в политической газете значит, что будет со временем ну, душа ржавеет. Потому что политика у нас это грязное болото. И политики грязные люди. Это понятно, что они так их мнение, так сейчас я дам быстрый пример, так связан с моими книгами. Но их мнение мне не важны, потому что они не работают в культуре. Так я думаю. две недели тому назад в радиостанции Ан-Нур они хотели анализировать спич, что говорил генеральный секретар одной очень влиятельной партии в Ливане Хезболлах. И кто преподаватель Ливанского университета пришел с экземпляром этой книги, которую я показал вам после своей руты. и он дал радиоведущей этот экземпляр как подарок. И пять минут он говорил, как ливанцы слушаются консулами. Он защищает его точка зрения. Понимаете, но это вообще вся эта сцена не важна, потому что я привел рассказы. Это литература для меня. В принципе, так это общество разделено, и многие были против, многие из коллег были против радиопередачи только потому, что называется хадис Руссия. Ваш вопрос, госпожа Шуйская, очень уместный. Да, у нас в Ливане так это общество разделено, но мы так не связаны. Так, мы работаем в культуре. Политика грязная. Что делают они там русские в Сирии, это меня так не касается, а касается мнения моих коллег в сфере культуры. Так, я дам пример другой. У меня есть еще одна книжка, если вы знаете, это сборник Диуан, Аш'Ар, сборник Агатангела Кримского «Пальмовые ветмы». «Пальмовые ветмы» и «Пальмовые хилия», которая вышла во Львове в 1901 году. Эта книга и многие другие книги, они вышли по усилю, по мотивам украинского посольства в Ливане, потому что появился у нас посоль в Украине, в Ливане, которые очень поддерживают культуру и очень хорошо относятся к вопросам культурной дипломатии. И вышли пять книг именно переведены с украинского языка. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что будут такие же проекты из посольства Российской Федерации в Ливане. Тот, о котором я говорил так откровенно, Сергей Александрович Воробьев, очень много работал, но он был последним аттащем по культуре у нас в Ливане. После него нет аттащем по культуре. Но только хотел это отметить. Это не политика. Это культура. Спасибо вам. Спасибо вам. Мы тоже вместе с вами будем надеяться на то, что ваши пожелания и наши надежды сбудутся. Единственное маленький комментарий. Вы несколько раз употребили определение грязной применительно к политике, грязной политикой и так далее. К сожалению, по-русски я до сих пор лично не могу найти эквивалента замечательному арабскому слову макр, макерун, что включает в себя и грязный, и хитрый, и все остальное. Кстати, в североафриканских диалектах арабского языка сияса восходит ксаса хитрить. Поэтому действительно остается только вспоминать Священный Коран, где говорится «Алейсаллаху би-ам Король-Ма-Кирин». Но это маленькое совещание о том, как арабский язык находит более точные выражения и термины для таких вещей, как политика, избегая таких слов, как грязный. «Алейсаллаху» «Алейсаллаху»